Привет, друзья! Рада вас видеть на своем канале. У меня сегодня обзор, большой мега-обзор будет. Есть что показать. Это очередные мои покупки. О, коровка-коробки. Мы пришли так в коробки. В общем, ни в какой некрасивой корзиночке, никакой эстетики. Обычная крафтовая коробка сегодня будет у нас на распаковке. Вот здесь. Что у нас здесь будет? У нас здесь будут с вами и люксовые бренды, и масс-маркет-бренды. Dolce Milk будет, Shiseido будет, Корея будет, Кадыли будет, Лореаль. Все, давайте быстренько пробежимся. Я решила разделить свои покупки на средства для ухода за телом, за кожей лица. Ну и декоративную косметику я оставила на следующее видео, потому что это будет уже слишком перегруз, потому что там декоративки тоже много, и надо будет сводчи показать, протестировать ее, посмотреть. В общем, будет следующее видео. А начнем, а давайте начнем с моей любимой серии Dolce Milk. Это я взяла средства, обожаю эти средства. Это кремы, кремы для тела. Вот в таких вот баночках, они как мороженое. Кто покупал, тот меня поймет. Ароматы, вот просто сладкий запах, который хочется скушать. И причем оно, я уже начала, открыла. Это у меня шоколадный бодикрем. Младкая шоколадка, она у них называется. Баночка, сейчас скажу, какой объем у баночки, если скажу. Если найду, то скажу, конечно же. По-моему, грамм 400. Ну, так все мелко написано, слушайте, это не вижу. Ну, да ладно, не суть, важно. Где-то 400 миллилитров. Я уже начала вовсю пользоваться. Считаю, что третью часть у меня уже израсходована. Посмотрите, какая у нее прекрасная консистенция. Сейчас я на руку возьму и увидите. Ой, аромат. Здесь даже больше не шоколадный, а сливочный ирис. Вот мне напоминает сливочную ириску. Действительно, молоко. Как незнайку читали? Там вот были сливочные ириски у них в солнечном городе. Так вот, и это то же самое. Прекрасно впитывается. Крем для тела не оставляет никакой жирной пленочки. Аромат, ну, аромат, он, понимаете, не то, что безумная такая вот химия, которая ударяет в нос и сразу чувствует, что нет. Он очень нежный. И он, в принципе, он быстро улетучивается с тела. Вот такой вот сливочный цвет. Мулатка-шоколадка, наверное, написано. Вот такие баночки. Шикарные баночки. Хоть куда их потом можно применять. А это у меня, сейчас скажу. Так, это какой-то не то ежевичный, не то черничный он. Да, какой-то ягодный. В общем, тающий крем для тела. Он действительно тающий крем для тела. Нежная текстура тающего крема обволакивает кожу, как у нас пишет производитель. Увлажняет день за днем. И, в общем, дает безумное искушение. Невероятное искушение, когда им пользуешься. Вот. Хорошие. Хорошие. У меня уже не одна баночка. Я прям, когда захожу в Литуаль, я не могу пройти мимо серии Дольче Милк. У них эксклюзивно представлены. Хотя я сейчас знаю, корнеры открываются уже чисто Дольче Милк. Ну вот, в Литуаль не могу пройти от серии Дольче Милк. Еще у меня есть здесь жидкое мыло. То есть гелем мне очень нравится. Жидкое мыло. Скраб у меня есть. Гель-скраб у меня есть. Вот. Здесь у нас 300 миллилитров клубничка. Клубничка. Сейчас лето и клубничка. Вот такая вот баночка. Не содержат они, как они заявляют, не содержат парабены, силиконы. Ну, то, что не тестируется на животных, это сейчас как бы не новинка. Любой уважающий себя бренд давно уже отказался на тестирование своей продукции на животных. Поэтому очень мало. Очень мало кто сейчас тестирует на животных. То есть вот жидкое мыло, да, не содержит таких вредных веществ, парабенов, силиконов, по-моему. Мне очень нравится. Я прямо балдею от этой серии. Ну да, кто пользуется, пишите в комментариях. Переходим дальше. Это отставим. И что у нас еще здесь? О, еще, еще из Дочи Милк у меня есть вот такая мицеллярка. Я ее купила. Мицеллярная вода очищает, увлажняет и тонизирует для лица, глаз и губ. То есть можно смывать, снимать макияж с лица, соответственно, с глаз и с губ. Написано, что не требует смывания. Но я любую мицеллярку смываю. Какая бы она ни была щадящая, как пишет производитель у любой мицеллярки, не требует смывания. Все-таки она немножечко, мне кажется, подсушивает. Ну и тем более я, знаете, как пользуюсь. То есть я сначала мицелляркой снимаю верхний слой косметики. А затем гидрофильным маслом я уже окончательно очищаю кожу. Вот у меня так. Поэтому как ни крути, а смывать я ее смываю. Единственное, что хорошо, вот я мицеллярку люблю, это в дорогу. Когда куда-то едешь, например, не будешь весь багаж косметики брать, Вот там на какое-то время, максимум на месяц, кожа может нормально вынести, что не смывается мицеллярка. И вроде как можно вместо лосьона еще тоника использовать. То есть если ты не снимаешь, значит, в принципе, можешь тоник нанести сверху. Либо оставить вот эту мицеллярочку, то есть еще на раз, например, прочистить. И все, чтобы удалить полностью остатки макияжа. Вот такая вот штучка, красивая. Так вот она открывается. Пробовала смывать стойкий макияж. Ну, не стойкий, а водостойкую тушь. Мицелляркой не смывает, размазывает. Честно. Причем мне ни одна в этом плане не нравится. Какие-нибудь мицеллярки, они водостойкую тушь не смывают, размазывают. Я это не люблю, я всегда пользуюсь двухфазными средствами. Поэтому никаких претензий к мицеллярке я не имею. То, что она не смывает, она как бы, ну, я считаю, в принципе не должна. Да, вот так вот смывает. Ну, если постараться сильно, то, наверное, смоет. Ну, я не это, не тру, лишний раз не растираю. Мне это не надо. Вот. Мне лучше еще один пузыречек, но того средства, который эффективно смывает тушь с глаз. Все, безболезненно. Итак, Дольч Милк, это у меня еще и мицеллярочка. Вот у меня получается четыре продукта. Четыре, нет, не четыре, друзья мои, не четыре. Я все забываю. Еще у нас есть вот такое мороженое. Видите, я люблю Дольч Милк, правда. И это тоже, это банановое мороженое. Вот так вот. Это, кто знает, бомбочки. Бомбочки, это в такой форме, вот у нее здесь палочка, как у мороженка, да. Вот на обороте пять представленных бомбочек, с каким в это вкусом шоколадный, банановый. Пинк берри, скорее всего, пинк берри, это что-то вот ягодное. Грин, это зеленый чай. И блуберри, это черника и ежевика. Пинк, это розовая, наверное, скорее всего, клубника. Потому что не страсбери написано, а вот пинк. Ну, что-то розовое, в общем, ягодное. Вот такое вот у нас еще мороженое. Мы его еще, конечно же, не спробовали. Бомбочка. Баф, бомб, видите, написано. Вот такую вот огромную, большую бомбюшечку мы взяли. И тоже из Дольча Милк. Поэтому у меня пять. Три, четыре, пять. Пять средств из Дольча Милк. Это по уходу за телом. Для лица. Что я еще взяла себе для лица? Я из люксового бренда Кадели. Франция, кто знаком. Я взяла крем. Это новинки. Крем и тоник. Тоник для жирной комбинированной кожи. 200 миллилитров объем. Очищает. Ну, соответственно, как готовит кожу для дальнейшего нанесения средств по уходу за лицом. И кремик. Что, вот сейчас сразу, пока вспомнила, то убежит. Что самое интересное, у них есть тревел-форматы. То есть, вот, чтобы не брать вот такую большую, да, 200 миллилитров, на пробу хорошо, хорошо в дорогу. То есть, ты вот взял, например, 100 миллилитров, тебе как раз и багаж проходит. И есть возможность попробовать, оценить, подошел продукт или не подошел тебе. Не брать сразу вот большой объем, как в обычных других брендах. То есть, у тебя нет выбора. Выбор без выбора, как говорится. 200 миллилитров и точка. Здесь есть тревел-форматы. 100 миллилитров. На любой, на любой. Вот такой продукт. Тоники, они там, как всегда, и для сухой кожи, и для комбинированной. Но вот эта вот обновленная версия у них вышла. Сейчас скажу. Очищающий тоник. Да. Вина Пюр. Это вот у них обновленная версия. Мне не с чем сравнить. Я не знаю, какой до этого был. Не пользовалась. А вот этот мне понравился. Нежнейший, такой тонкий аромат виноградный. Да. Знаете, такой вот. Нежность-нежность. Хорошо. Хороший. Тоничек. Это вот из люксового сегмента. И у них вышел летний крем. Легкий летний увлажняющий крем. Есть для сухой кожи. Я взяла для комбинированной и жирной кожи. Также с виноградной водичкой. Вообще философия бренда Кадели. Это Франция. У них там свои виноградники. Они выращивают виноград специально для производства косметики. Вот. У них даже на коробочках. Видите, виноградные плантации везде. То есть на фирменных. Вот. Они себя позиционируют именно как производители средств ухода за лицом, за телом. На основе виноградной воды и всех виноградных компонентов. Также это веганский бренд. У них здесь на коробочке написаны все значки. А нету, как они заявляют, нету ни силиконов, ни парабенов, ни всяких сульфидов, сульфатов. А в продукции их нет. Кремик 50 миллилитров. Прекрасный такой цвет лососевый. Очень легкий. На лето вот. Я уже пользуюсь. На лето просто прекрасный. Травяной такой. Мне нравится травянистый аромат. Аромат, ну вот, виноградная вода и травки. Здорово. И травочки. Легкий-легкий такой. Легенькая консистенция. Сейчас я вам покажу побольше. Легкая консистенция кремика. Прекрасно впитывается. Мгновенно впитывается в кожу. Шикарный аромат. Легкий. Едва уловимый. Летний аромат. Здорово. На лето вот самое то. Особенно, когда лето, жарко. Чтобы не было лишнего себума. И вообще, даже если у вас сухая кожа, переходим. Летом мы совсем по-другому ухаживаем в летний период за кожей своего лица. Поэтому я всегда, каждое лето, я перехожу на облегченные продукты, кремы. То есть они... В прошлом году у меня Ланком был. Крем Сорби у них есть тоже легкий. И вот в этом году я решила летом попробовать французов. Кадели. Очень мне нравится пока. Хорошие, только хорошие положительные впечатления. Серьезно, прекрасно кожа восприняла. И мне кажется, она даже лучше стала. Лучше. Сама кожа, она улучшилась вот от этих продуктов. Посмотрю, поиспользую, что будет дальше. Возможно, что-то и в дальнейшем себе прикуплю. Выбрать там есть из чего. Ну вот, в Ривгош. В Ривгош в Золотом Яблоке представлено Кадели. Ну и, естественно, у них свой интернет-магазин. И продукция, скажу, не дешевая. Но если захватили скидки, как вот я, например, за 50% увидела, я купила необходимые себе продукты, которых у меня нет. На сегодняшний день, например, тоник у меня закончился, я взяла себе. И взяла себе кремушек. Все, за 50% можно. Частенько бывает в Золотом Яблоке и в Ривгош, где они официально представлены в сетевых магазинах. Ну, либо у них на самом официальном сайте kadeli.ru, по-моему, они в России. Вот. Следующее что? Следующее пойдет у меня бюджетный сегмент. Это Лореаль. Взяла новиночку Revitalift Filler с гиалуроновой кислотой для кожи вокруг глаз. У меня закончился крем для кожи вокруг глаз Reflame из серии Optimals. Да, тоже бюджетный. Вот. И я себе приобрела вот такую вот новиночку. У меня была сыворотка от Лореаль. Если кто знает с гиалуроновой кислотой, я была в восторге от нее. Полтора процентная, по-моему, она там с гиалуроновой кислотой. Но да вот. 15 миллилитров объем. Это новинка. Это новинка. Они сейчас везде ее рекламируют. Вот такой вот у нее кончик с массажным таким вот наконечником. То есть выдавливаете кремушек оттуда. Сейчас выдавим мы с вами. Вот он, кремушек. И потом вот этим металлическим мы проводим на зоне вокруг глаз. То есть это у нас дополнительный массаж. Холодная, металлическая вот эта насадка. Она снимает отеки, то есть охлаждает. Да, естественно, такое охлаждение идет. И все, и массажик, массажик вокруг глаз. Я вот прям поверх беру, сейчас вам все это показываю, поверх своего макияжа. Очень приятное такое, знаете, холодненькое такое прикосновение. Вот. Продезинфицируем. Вытру. Не думайте, что там что-то будет. Как-то не по порядку. Вот, начала пользоваться тоже. Все, закончила, начала пользоваться. Что хочу сказать про этот кремик. Он такой, знаете, плотненький. Консистенция у него плотненькая, но прекрасно распределяется, заполняется. Быстро заполняется, впитывается. Хороший. Хороший бюджетный кремик. Для кожи вокруг глаз самое то. Я очень довольна. А что еще из Литуали, я взяла себе средство для снятия макияжа с глаз и губ. Это мои любимки. Ну, я имею в виду не только Литуаль, а вообще я люблю двухфазные средства для снятия как раз таким макияжа с глаз. Вот это я очень люблю, поэтому я всякие разные покупаю. Сейчас у меня вот заканчивается от Reflame двухфазное средство. Тут уже, видите, тут уже фазы-то второй нету. Она вся растворилась, а была такая же голубая. Ну, и вот я себе прикупила Лореаль. Так что, если кто пользовался, оставьте, пожалуйста, свои отзывы, как он вам понравился. Нет, я еще, честно, не пробовала. Не тестировала его, потому что хочу вот это закончить, а потом уже этим снять. Ну, двухфазки, честно скажу, двухфазки вообще у любого бренда, они хорошие. Я перепробовала много люксовой продукции. У меня были двухфазные средства от Shiseido, от Estee Lauder, от Lancome у меня были. Да, еще какие? Не помню. Ну, вот эти точно были. Вот эти три люксовых бренда у меня точно были. И потом вот эти бюджетные, это из Reflame. Также у меня было двухфазное средство из Dolce Milk. Ну, это мицеллярка, я вот ее просто показываю. Из Dolce Milk. Вот там она не очень мне понравилась. Ну, да и она мне бракованный там дозатор попался. В общем, я даже не стала снимать по нему никакого обзора, просто закончила его и все. И вот сейчас купила L'Oreal. Двухфазное средство от L'Oreal для снятия стойкого макияжа с глаз и губ. Но я всегда глаза, смываю глаза и все. А что мне еще здесь подарок? А, вот, еще же у меня, чтобы подарок-то показать, за что? Ну, это все куплено не в один раз. Кадели из Dolce Milk это был один заказ, а потом был еще второй. Солнце. Солнцезащитное средство я выбрала Shiseido. Сейчас идет 50%. Везде скидка и в L'Etoile, и в Rebos, и в Золотом Яблоке. В общем, Shiseido свою солнцезащитную линию продает за 50%. SPF 30. Жиденький крем. Шикарный, шикарная отдушка у него. Вот так выглядит. Капелька. Видите, она такая слегка, слегка жиденькая. SPF 30. Заметьте, SPF 30. Купив любой другой продукт солнцезащитный, где SPF 30, там густые кремы. Густые, жирные кремы. Здесь нет такого. Посмотрите, он быстро, легко наносится на кожу. У него шикарный травянистый запах. Я его добавляю, помимо того, что сейчас мы будем наносить с дочей на кожу, я его добавляю в тональный крем. У меня тональные кремы от Givenchy и от Reflame, они без SPF. Ну, вот так вот, без SPF. И все. Поэтому я смело добавляю туда капелюшечку вот этого солнцезащитного средства SPF 30. У меня получается такая бибишечка. И как раз-таки есть солнцезащитный фактор, чтобы не покупать отдельный крем. Я раньше не любила солнцезащитные кремы для лица, потому что у них вот этот SPF, он такой тяжелый, жирный. И мне не нравилось. У меня кожа у самой жирная. И вот это вот еще SPF туда добавить, то получалась такая, знаете, ядерная маска. Здесь мне очень понравилось. Вообще линейка Shiseido, я ее очень уважаю и люблю. У меня в свое время был полностью уход от Shiseido. Бенефьянс. Кто знаком, там есть серия Бенефьянс, антивозрастная серия, шикарнейшая серия. Но я любитель менять. То есть кочевать по брендам, узнавать что-то новое, потом могу вернуться. И здесь же, конечно, я опять же отдала предпочтение из всех солнцезащитных люксовых средств. Я отдала предпочтение Shiseido. Почему? Потому что здесь самые передовые технологии. И он себя зарекомендовал. Вот эта солнцезащитная линия у Shiseido, она зарекомендовала себя как самая лучшая из всех люксовых брендов. Вот кто пользовался и кто, например, там в Дубаях отдыхает, где вообще палящая жара, где ни один другой солнцезащитный крем не спасает от обгорания. Именно линейка Shiseido вот там как раз справляется на 5 с плюсом. Поэтому не жалеем. Купила и теперь будем точно так же мы здесь. 50% скидка. Поэтому кто ищет хорошее солнцезащитное средство, обратите внимание на линейку Shiseido. Искренне советую. Без всякой рекламы. Наносятся на лицо, на кожу. И что у них какая-то здесь фишка есть. В общем, я забыла про нее. По-моему, при соприкосновении с водой, при соприкосновении с потом, когда кожа выделяет, он не окисляется и не теряет своих вот этих вот действий защитных. Очень мне это впечатлило и очень это здорово. 150 миллилитров. В прошлом году это была новинка. Возможно, сейчас они почему-то продаются за 50% полностью свою линейку. Скорее всего, у них будет запуск новый. Но за 50% вы знаете, это не 3000 заплатить, а 1700. И что? И что у меня здесь есть? Напоследок, две последние фишечки я вам расскажу. И также моя любимая Shiseido. Да, это мне пришел в подарок от Ривгош. У них как раз сейчас, по-моему, код действует. Да. Какой-то код у них там есть. В телеграм-канале они написали. В общем, там на 2000 покупаешь. Ну вот я как раз таки и купила. Что-то там из декоративки и как раз вот крем от Shiseido. И у них подарок. Вот такой увлажняющий софтнер от Shiseido. Это миниатюрка. Он у них с дозатором. Большой софтнер. Он у них с дозатором идет, кто знает. А это вот мини-тревел формат. Ну, тревел формат хороший. 75 миллилитров. Свеженький. До 2024 года. То есть это никакая не просроченная продукция. Это вот просто вот такой вот подарочек. Очень довольна. Буду теперь пользоваться. Я люблю Shiseido. Уважаю. Был он у меня. Поэтому кто знаком с Shiseido, там вообще самые передовые технологии. Почему я так говорю? Потому что все начинается с Японии. Это действительно так, друзья мои. Там самые передовые супертехнологии. Сначала запускаются в Shiseido. А потом уже все европейские бренды. Все перекочевывают в Европу. И уже потом люксовые бренды начинают производить похожий товар. Как, например, тинты. А тинты зародились еще года два назад, по-моему, у Shiseido. А теперь они к нам только пришли через европейских брендов. И сейчас тинты во всех от люкса до масс-маркета везде есть. Но начиналось все это вот с этих друзей. Поэтому я Shiseido очень люблю и уважаю. И последнее. Последнее, что у меня есть. Это вот такие патчи. Патчи для глаз купила себе. Корейского происхождения. Недорогие. Сразу скажу, недорогие. 600 рублей, по-моему, баночка стоит. Сейчас мы с вами их и посмотрим. Итак, я нанесла свои патчи на лоб себе. Не под глаза. Я наношу их куда-нибудь на свои морщинки. Вот она. Баночка. Вот такие панды. Пандочки на мне. Они, знаете, вот здесь как бы лампа освещает. На самом деле они вот такие желтовато-золотисто-зеленые. Такая морская капуста. Ну, вот гидрогелевые патчи корейского производства я наношу на свои морщинки. Можно еще вот сюда. На носогубочку пусть день. Ну, пока вот я сделала так. Посмотрю. Хочу каждый день поделать. Посмотрю, какой будет результат. Итак, патчи. Мы сейчас посмотрим. Вы сейчас посмотрели, как они на мне прилипли, как выглядят. Я их прилепила. Знаете, я вообще люблю эксперименты в хорошем смысле этого слова. Поэтому я решила эти патчи посмотреть, как они работают, если пользоваться ими каждый день. Много наслышано, что они тогда хорошо начинают работать. И это правда. Я не знаю, как работают патчи, но они правда работают. Они действительно работают. И я вот просто каждый день, нанося на свои проблемные участки, я не наношу на глаза. Под глазами у меня все нормально. У меня есть свои, как говорится, проблемки на лице. И я вот экспериментирую. Как раз у меня вот здесь на лбу есть такая морщинка, хорошо видно. И я решила вот с этими с патчами ее подружить. И знаете, что я в этом? И что я заметила? Она же работает. Она ослабляет вот эти вот, понимаете, вот это натяжение. Вот концентрация у морщин. Они становятся, кожа мягче. И как бы, знаете, ну не разглаживаясь, но вот это вот натяжение у мышц, у нас, у морщин, они же, знаете, как, как вам сказать, морщины, они появляются и потом начинают глубокими и глубокими становиться. То есть они все усиливаются и усиливаются. А что бы, почему ходят в косметические кабинеты на массаж лица? Потому что массаж расслабляет вот эти мышцы. И они становятся более такие эластичные. Конечно, не исчезают, но они не становятся такими вот прям вот грубыми такими. Вот как барана такая, да, прошла. И мне что понравилось, вот так же расслабляет, это аппарат для очищения кожи лица. Кто знаком, ну, им можно применять его два или три раза в неделю для очищения. А здесь можно каждый день патчи применять и накладывать, не лениться. И тот же самый эффект, как от ультразвукового аппарата для очищения лица. Мне это очень понравилось. То есть вот купил, даже недорогие, но они реально действуют. Здесь вот такая лопаточка есть у этих патчей, крышечка. И они там вот в растворе. Видите, в растворе они находятся. Сейчас попробуем посмотреть. Сейчас я вам их покажу, чтобы они не вылились. Они такого, знаете, красивого зеленоватого цвета. Мне напоминают они, вот так вот я подделу, мне напоминают они, сейчас скажу, морскую капусту. Да, цвет морской капусты. Ну, вот здесь вот так они выглядят. Выглядят 60 штучек их. И как раз я их подверг наношу на лицо. И посмотрю каждый день. Я их недавно купила. Всего, по-моему, раза два или три я их использовала. Но мне очень нравится вот этот вот эффект, когда вот эти мышцы, ну не мышцы, ну да, мышцы вот эти морщинистые, они становятся такие эластичные. И кожа вот здесь, она действительно становится эластичная, такая мягенькая. Ну, не как у младенца, но как-то близко. Вот так вот, как вот у ребенка, скажем. Поэтому довольна коллагеновые патчи, 60 штучек. Вот такая вот пандочка купила. Теперь пользуюсь, расскажу вам, расскажу, дорогие мои, расскажу, как только закончу все это действие, все эти пляски. Ну, я их полюбила. Честно, я как-то всегда, знаете, так не насторожена. Ну, как-то так думаю, ну вот это какая-то еще одна очередная новинка. Но тот, кто их придумал, заслуживает действительно уважения. Они работают даже, вот я говорю, такой бюджетный вариант, но он рабочий. И как бы наша кожа говорит спасибо. Да? Поэтому это даже вот и интересно. Может соперничать с любой маской какой-то там восстанавливающей. Мне очень понравилось. То есть их можно наносить хоть куда? На носогубки можно, то есть, ну, только не разговаривать. На носогубки на 15-20 минут, на проблемные там места, где у вас есть мальчинки, не обязательно строго. Никто не сказал строго использовать для глаз. Да, они изобретены как для глаз. Форма. Вот она. Форма нашего, да, около глазия. И все. А так я вот наношу и все. Я говорю, вместо маски теперь тык-тык-тык. И вот эта вот сыворотка, которая там есть, благотворно проникает в кожу. Все, дорогие мои друзья, чтобы я вас так не утомляла. Я предупредила, что у меня коробка большая. А говорить я могу много. Много. Я люблю рассказать подробно о косметике. Потому что, ну, вот это, я считаю, что это хорошо. Всю остальную рекламу можно прочитать на сайтах, поделиться своим впечатлением там, что-то такое рассказать. Я считаю, это нужно. Поэтому, если я вас не болтала, я заканчиваю. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Поделилась с вами своими покупками, своими впечатлениями, первыми впечатлениями. До новых встреч. Теперь ждем декоративную косметику. И меня просили мои дорогие, любимые подписчицы. Просили снять видео о моем парфюмерном гардеробе. Обязательно приготовлю. Обязательно будет. Не так много. Я, конечно, не парфюм-маньяк. Но у меня есть, что вам показать. Поэтому все я помню, сделаю, обещаю. До новых встреч. Пока-пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока. Будьте красивыми.